Здравствуйте! Это программа «Суть дела». Министерство экономического развития определило претендентов на средства Фонда национального благосостояния ФНБ. Перечень из семи проектов включен в обновленный макроэкономический прогноз. В этом году из-за возросшей экономической неуверенности инвестиции в основной капитал сократятся на 2,4%. Так прогнозирует Минэкономразвитие. Но с 2015 года, рассчитывает Министерство, рост инвестиций восстановится на те же 2,4%. А одним из драйверов роста станут инвестиции в транспортный сектор, в том числе за счет использования средств ФНБ. По 150 миллиардов рублей из ФНБ правительство уже выделило Автодору на строительство центральной кольцевой автомобильной дороги в Москве и РЖД на модернизацию БАМа и Транссиба. Еще 150 миллиардов должны были пойти на высокоскоростную магистраль Москва-Казань. Но РЖД пока так и не смогла защитить этот проект. Теперь эти деньги могут пойти на новые проекты, которые отберет Минэкономразвитие. Сейчас в списке Минэкономразвития 7 проектов, на которые из ФНБ суммарно требуется 472 миллиарда рублей. Четыре из них могут быть одобрены уже в ближайшее время. Проект Тувинской энергетической промышленной корпорации по освоению элегестского месторождения и строительству железной дороги Элегест-Кызыл-Курагена уже почти прошел вторую стадию оценки – комплексное обоснование. Росатом представил документы с комплексным обоснованием строительства АЭС Ханхикиви в Финляндии. После утверждения в Минэкономразвитие проекты должен одобрить Минфин, а затем уже может быть принято решение о начале финансирования. На следующей неделе Наблюдательный совет Российского фонда прямых инвестиций РФПИ рассмотрит еще два проекта, которые претендуют на деньги ФНБ – строительство интеллектуальных сетей совместно с Россетями и ликвидация цифрового неравенства вместе с Ростелекомом. Для проектов с участием РФПИ предусмотрен упрощенный порядок утверждения. Для получения средств ФНБ достаточно решения Наблюдательного совета фонда. На каком-то этапе Минфин может сказать, что свободные средства ФНБ закончились. По состоянию на 1 мая 2014 года в ФНБ было 3,13 трлн рублей или 4,3% ВВП. До 40% ФНБ или 1,25 трлн миллиардов могут быть размещены в рублевых активах, в том числе до 655 миллиардов на депозитах ВЭБа. Поступления в ФНБ в долгосрочной перспективе ограничены, а потребность в подушке безопасности для пенсионной системы лишь обостриться из-за неблагоприятной демографической ситуации. Об этом предупреждал Минфин в бюджетной стратегии до 2030 года. Увеличение инвестиций в российские проекты может быть рискованным. Первые четыре проекта, готовых к утверждению, уже претендуют более чем на 200 миллиардов рублей из ФНБ. У каждого свой график финансирования. Главное, чтобы проекты запускались, замечают чиновники из финансово-экономического блока. В очереди за средствами ФНБ еще три проекта. Самый крупный из них – это развитие Московского авиационного узла «МАУ», на который потребуется порядка 200 миллиардов рублей. Уже разработаны существенные условия будущих концессионных соглашений. Развитие «МАУ» предполагает запуск нескольких, от 4 до 7, отдельных концессионных проектов. Средства ФНБ принципиальны для «МАУ», поскольку получить дешевые длинные деньги в банке в таком объеме нереально. Самое любопытное в этой истории то, что в годы экономического роста все предложения об инвестициях в инфраструктурные проекты из ФНБ правительствам категорически отвергались. А вот теперь, в опасный период рецессии, они начались. Это была программа... Ой, так тяжело вздохнул прям аж. Эх, жалко денег из ФНБ. Это была программа «Суть дела». Русская поговорка гласит «Дорога ложка к обеду». Главное, чтобы мы этот обед не проморгали. Всего вам доброго. Надеюсь, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова